Приветствую вас, уважаемые телезрители! Встретил недавно знакомую верующую, которая давно уже работает в церкви. Сказала, что ищет новую работу. Я вспомнил про вакантное место в нашем храме, но знакомая отказалась. Оказывается, она приняла решение никогда больше не работать в церкви или церковной организации. Заявила, что с нее хватит. Есть серьезная опасность потерять веру. Объяснила она свое решение. Почему я сказал об этом? Потому что подобные слова слышу не первый раз. Действительно, для многих людей труд в церкви или церковной организации становится огромным искушением. В ежедневных рабочих буднях человек показывает себя таким, как он есть со всеми духовными болезнями. Впрочем, к грехам своим и чужим мы все привыкли. Но если страсти греховные соединяются с внешним благочестием и церковностью, на выходе получается страшный пример лицемерия и ханжества. Когда христианин причащается с тобой из одной чаши и потом тебя предает, осуждает на стороне, говорит гадости в твой адрес, другим людям или измывается с пеной на губах на страницах интернета, это гораздо труднее вынести, чем простое предательство светского человека. Когда коллега соблюдает все внешние правила церковного благочестия, но при этом клевещет на тебя перед начальством, это может стать очень сильным ударом по твоей вере в Бога, церковь людей. Открывать в красивой церковной форме гнилое нутро всегда ужасно. Если форма не имеет соответственного содержания, человек может соблазниться и совсем отказаться от формы, а вместе с ней и от предполагаемого содержания. И вот однажды на эту тему мне пришлось заговорить с одним умным человеком, достаточно хорошо разбирающимся в церковной жизни. Он поделился весьма интересной мыслью, не то чтобы новой, но весьма оригинально выраженной. Есть такое античное выражение – огонь, вода и медные трубы. Эта фраза широко известна по названию советского фильма-сказки. Так вот, древнее изречение говорит, говорит о всех испытаниях, которые бывают в нашей жизни. Огонь и вода есть внешние трудности, а вот медные трубы – это духовно-нравственные испытания славы, всеобщим признанием, богатством, величием внешних форм. Так вот, мне думается, говорит дальше этот собеседник, что наша церковная жизнь сегодня наиболее уязвима именно последним искушением. «Огонь гонений и воду бедности мы уже переносили и вновь вытерпим, если потребуется. А вот проверка медными трубами в тысячу раз опасней и, как правило, приходит на смену огня и воды». «Если бы я был дьяволом, рассуждал далее мой остроумный знакомый, я помог бы нашему православию победить на всех фронтах, чтобы все и вся вокруг сделались православными. Православное законодательство, православная армия, православные институты, школы, больницы, клубы, спортивные секции, депо имени святителя Николая Чудотворца, детский садик в честь преподобного Сергия Радонежского, театр имени святого Иоанна Кронштадтского. Улицы по пол наполнили бы билборды с цитатами из святых. В компьютерах начала бы работать православная система ортодоксия. В среду и пятницу детям в школе давали бы только постную пищу. Словом, все везде стало бы православным православным. И тогда-то, незаметно для всех, церковь начнет превращаться в мирское учреждение. К христианству будут относиться так, как в свое время к партийной идеологии. Некоторые помнят, спорить не поспорят, но и любить не полюбят. Будут тихонько ругать на кухне и рассказывать анекдоты про архиереев и священников. Основная масса будет равнодушно повиноваться. И в один прекрасный момент окажется, что церкви уже не существует. Остались только формы, за которыми уже давно нет ничего святого. Христос ушел оттуда, и никто этого не заметил. Таковы оказались соображения моего собеседника. Конечно, это пока еще довольно фантастическая мысль. Достаточно отъехать от нашего мегаполиса с его более-менее активной церковной жизнью и посетить глубинку, как станет ясно, что пока ни о какой победе православия и речи быть не может. Наоборот, во многих местах хроническая нехватка храмов и даже священников, проповеди и церковного образования. Пока никаких медных труб не слышно. Но вопрос соотношения церковной формы и необходимого содержания поставлен, на мой взгляд, правильно и своевременно. Всегда легче формализовать духовное, чем одухотворить форму. Множество церковных организаций и отделов у нас внешним образом хорошо устроены. Но Христа там бывает трудно встретить, потому что Христа нет в нас. Поэтому ничего удивительного, когда во время святок перед входом в храм вместо традиционных колядок можно услышать дешевую попсу прямо с церковного крыльца. Но к чему такие потакания современным предпочтениям граждан могут привести? К тому, о чем говорил великий инквизитор Достоевского. Обращаясь к Христу, мы построили мир без тебя. Мы дали людям все. Накормили и избавили от свободы выбора. И они счастливы. У них рай на земле. Что еще нужно? Ты пришел мешать нам. Мы завтра сожжем тебя, как врага церкви. Церковная жизнь без жизни во Христе – это модель будущей церкви Антихриста. Когда будет все, но Бога в этом всем не будет. Форма же, утратившая содержание, никому не нужна, какой бы красивой она ни была. И вот поэтому не думается, что сегодняшнее бегство весьма многих честных и благочестивых людей из церковных организаций на светскую работу для того, чтобы веру не потерять – очень плохой знак. Ведь в церкви человек должен найти Христа не только в таинствах, но и в образе возрожденных Христом людей. Если этого нет, то мы, служители храмов и называющие себя христианами, ни в чем не преуспели. Форма у нас не является содержанием, это просто вывеска, одна лишь внешность. И если эта внешность обманчива, значит, мы еще глубоко мирские люди. Значит, мы не стали солью. А вы, скажите, пробовали что-нибудь есть без соли долгое время? Вот внешняя форма, построенная по всем правилам, с дорогим великолепием фасадов, одежды, в истории нашего народа не так уж давно, всего столетия назад, рухнула. Похоронив миллионы людей, православная империя не прошла испытания на медные трубы. Сейчас время повторяется, только имеет свою еще более жесткую специфику. Уж больно высоко искушение возросшим потреблением. Дух времени вторгается всюду, а в церковь особенно сильно и грубо. Ужасно, если Бог отвернется и повторится то разрушительное время, результатом которого были известные события столетней давности. Разве этого мы все хотим? Но не нужно забывать и еще одно, что церковь – это собрание христиан, живших и живущих. Это собрание тех, кого крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. А по статистике – это 80% населения нашей республики. А значит, ответственность за то, что Христа нет в нашей жизни, несем все мы и те, кто устраивает концерт на церковном крыльце, не задумываясь о содержании формы, и о тех, кто с остервенением пишет злобные комментарии, а часто специально вырывает из контекста фразы и ситуации, и тем самым еще больше готовит почву для разрушения устоев. Знаете, есть правила критики, которых придерживаются все уважающие себя и свое государство, и свою церковь люди. Критикуй конструктивно. Если у вас есть что сказать по делу, предложите, вас услышат. Потому что церковь искренне признает свои недостатки и ищет пути их исправления. Важно учитывать и еще один фактор. Чтобы критиковать церковь, нужно самому иметь опыт богообщения. А то ведь получается, что филолог диктует математику, как исправить ошибку в сложном уравнении со множеством неизвестных переменных. Вот давайте подумаем об этом. Буквально совсем-совсем скоро начинается Великий Пост. Есть о чем поразмышлять каждому из нас, чтобы не ошибиться и не вывести неверное духовное уравнение. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok